Госпиталь Алькинди Боевики окружили ее, а гарнизон держался около года. История знает много легенд. Теперь оборона Кинди стала современной легендой Сирии о мужестве ее солдат. Террористам удалось ее захватить только благодаря смертникам. Снабжение осажденных велось по воздуху, пока позволяла обстановка. Особенно трудно стало за две недели до окончательного штурма террористами, когда у защитников кончилось продовольствие. Но они не сдавались. По некоторым данным, за время осады превосходящие силы боевиков штурмовали Алькинди более ста раз. Защитников оставалось около 60 человек. Многие были ранены и просто истощены, но держались до последнего патрона. Взять Алькинди удалось лишь после подрыва нескольких смертников на грузовиках с огромным количеством взрывчатки. Взять Алькинди удалось еще раз. Те, кто не погиб под завалами, контуженные оглушенные мощнейшими взрывами, еще на протяжении 8 часов вели бой в правом крыле госпиталя с превосходящими по численности отрядами террористов. Более 10 солдат прорвалось к своим. Они прошли по контролируемой боевиками территории до центральной тюрьмы Алеппо. Капитан Али Джабер Раиди до последнего прикрывал их отход, а потом подорвал себя вместе с большим количеством взрывчатки, уничтожив подходивших к нему террористов. В полуразрушенном здании террористы смогли пленить несколько солдат. Капитан Али Джабер. Выживших защитников Кинди, боевики зверски казнили. Человек, бравирующий на кадрах, наш бывший соотечественник Руслан Мачарикашвили. В Сирии он именовал себя Сифула Шишаня. В штурме больницы участвовало его подразделение. Последний день Сифулы настал при очередной неудавшейся попытке штурма тюрьмы Алеппо в начале 14-го года. Все это теперь в прошлом. Сейчас от госпиталя остались только руины и выжженная земля. Мы получили информацию, что боевики остались только на западной стороне больницы. Наступать с этой стороны мы не могли. Были бы большие потери. Я пустил в разведку небольшой отряд, чтобы выбрать направление для атаки. Бояков здесь было немного. Они были в районе водонапорной башни и за этим забором. Мы атаковали с этой стороны. Вторая группа оттуда. Обстреляв стену из РПГ, солдаты пошли вперед. Они проделывали в стене больницы и стреляли по террористам, засевшим на водонапорной башне. За 45 минут мы отбили больницу без потерь. Субтитры создавал DimaTorzok Как говорил покойный президент Хафес Асад, светлая ему память. Кто протянул руку Богу, мы протянем свои руки. Тому, кто протянул руку дьяволу, мы отсечем ее. Эта земля болит и кровью наших солдат. Пусть теперь на этом месте вырастут розы и жасмин. Субтитры создавал DimaTorzok